После того, как приобретены все комплектующие для компьютера, необходимо этот компьютер запустить. За это как раз отвечает блок питания. Форм-фактор блока питания зависит от корпуса системного блока. В характеристиках корпусов всегда прописывается подходящий тип блока питания. ATX подходит для стандартных корпусов, и таких видов абсолютное большинство. Различные SFX, Flex ATX и TFX используются в компактных моделях. Мощность сообщает, какую нагрузку сможет запитать устройство. Чтобы определить нужную мощность, посчитайте энергопотребление всех компонентов компьютера, включая подсветку и системы охлаждения. Самыми большими потребителями являются процессор и видеокарта. Более грубый способ – посчитать потребление видеокарты с процессором и добавить еще 20-30%. Лучше брать блок питания с запасом, так как постоянная работа устройства на предельных нагрузках плохо скажется на его жизненном цикле. Если вы нацелены на разгон компьютера, то необходимо накинуть еще 100-150 Вт для запаса. Энергопотребление комплектующих нужно сравнивать не с общей мощностью, а с мощностью по линии 12 Вольт, так как именно на нее приходится вся основная нагрузка. Чем ближе мощность по этой линии к максимальной, тем лучше. Для питания процессора используются разъемы 4 или 8 ПИН, при этом 8 ПИН может быть в формате 4 плюс 4. Для видеокарты разъемы бывают 6 или 6 плюс 2 ПИН. Сколько и какие именно разъемы необходимы, можно посмотреть в характеристиках комплектующих. Разъемы для питания процессора указаны на материнской плате. Разъемы SATA нужны для накопителей данных, а MOLEX – для вентиляторов подсветки и реобаса. Чем больше у вас накопителей и вентиляторов, тем больше требуется таких разъемов у блока питания. Если каких-либо разъемов будет не хватать, то для MOLEX существуют переходники на другие необходимые разъемы. Съемные кабели удобны тем, что можно отстегнуть и убрать ненужные провода, чтобы они не мешались в корпусе. Если блок питания будет установлен внизу корпуса, то лучше иметь кабели с длиной более 60 сантиметров. Сертификат 80 плюс указывает на эффективность работы блока питания. Чем выше значение, тем выше его эффективность работы. Устройство меньше греется, потребляет меньше электроэнергии и зачастую тише работает. Наличие сертификата также указывает на надежность устройства, так как в блоке питания использовалась более качественная и продвинутая схема техника. Однако разница между самыми высокими сертификатами будет минимальна. Устройство с пассивным охлаждением работает тихо, так как в нем нет вентилятора, но такие блоки достаточно редки. В полупассивном вентилятор включается только когда блок питания начинает греться при повышенной мощности. При активном охлаждении вентилятор работает постоянно. Активная коррекция мощности позволяет блоку питания комфортно работать при нестабильном напряжении в сети. Такая функция снижает общую нагрузку на электросеть. Пассивная коррекция тоже снижает нагрузку, но делает это намного хуже. Теперь вы можете подобрать нужный блок питания для вашего компьютера. С вами был ДНС. До встречи!